МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...править в области расходов. Ну, несколько направлений. Наиболее, мне кажется, интересными – это меры социальной поддержки. Опять же, год завершается, и вот то количество получателей, которые мы планировали в самом начале года вместе с Министерством труда и соцзащиты, оно, конечно, корректируется. Поэтому по каким-то направлениям на плюс, по каким-то на минус, но точно плюс идет по выплате ежемесячных детских пособий, субсидии на уплату за жилищно-коммунальные услуги, и меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. После внеочередного заседания состоялась еженедельная планерка правительства края. Одной из тем стала дегазификация домовладений региона. Министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев сообщил, прием заявок на работы продолжается. В общей сложности за два года по этому поводу обратились почти 8 тысяч ставропольцев. Уже дегазифицировали почти 5 тысяч домовладений. Работы проводятся по поручению губернатора Владимира Владимирова. В 12-й школе аула Сабан Антуста открылась новая точка роста. В образовательном центре дети будут углубленно изучать химию, физику, биологию и технологию, сообщили в региональном министерстве образования. Там установили современные ноутбуки, цифровые микроскопы, закупили препараты и реактивы для практических и лабораторных работ. Открыли точку роста благодаря нацпроекту образования. Завершился капитальный ремонт 10-ти километрового участка трассы Красноквардейская-Покровская. На отрезке обновили покрытие проезжей части, укрепили обочины, установили знаки, нанесли свежую разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В Александрии продолжается реконструкция медленного фильтра очистных сооружений. Там уже завершили демонтаж плит перекрытия. Сейчас идет подготовка к замене насосного оборудования и фильтрующих материалов, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Позже обновят систему промывки и отремонтируют смотровые колодцы. Качество водоснабжения после завершения работ в следующем году улучшится для 56 тысяч человек. Реконструкция проходит за счет средств субсидий из Фонда национального благосостояния.